Снега много и тюльпанчики растут, смотрите, правда, они не замерзли еще. Стерея уже начнет цвести и все, скорее всего, сегодня. У нас было 4 градуса минуса сегодня ночью. У нас теперь горы заснеженные, ну, и безстройка идет. Какой снег идет. Девчонки, мальчишки, всем привет, какой снег идет. Ну, правда, уже я подхожу к Дову, заморошила меня всю. Как погода у нас быстро меняется. То-то плюс 22, то минус 4. Сегодня было так холодно. Было минус 4 градуса утром. Поэтому я вон по зимнему еще даже ничего не прибирала. Ни летнюю, ни зимнюю, еще ничего какую. Летнюю не доставала, зимнюю не убирала. Поэтому рановато еще. Сейчас уже приду домой. Завалило снегом. Снег идет и идет уже буквально, наверное, часа 3. Все завалило. Все белым-белом. А вчера было так красиво. Вчера даже на даче гриллили. Я вчера розы обрезала. Было тепло, солнышко. Вчера было 15 градусов. Ну, ветрено, но солнечно. А сегодня утром еще было прекрасно. А вот после обеда у нас уже все-все-все-все-все белым-белом. Если так снег еще попадает, то и утром мы встанем и будут сугробы. Но он, правда, тает и сразу... Ой, он сразу падает и тает. Такой мокрый снег слякать кругом. Вообще очень красиво. Вот даже вон я вижу гнездышко с Вилли. Не одно, одно, второе. Вот там вдалеке. Это садик. Сейчас покажу подальше. Мы живем в таком районе. В очень удобном. Что у нас и садик... Ой. Вот здесь вот шпиль плятся у нас. Где детки могут играть. Горку там уже замело. Вот здесь у нас школа. Куда у меня ходили начальные классы дети. То есть мы живем в таком районе, где у нас рукой все подать. Мои дорогие, всем привет еще раз. Сейчас я уже дома. Уже вечером наступило время. Очень быстро бежит. Не успела прийти. Туда-сюда поставила машинку стирать. Кое-что прибрала. Кое-что кушать сварила. То есть... Время летит момента. Хотела сначала еще волосы покрасить. Но потом решила, нет, пока не буду. Может быть схожу в брикмахерскую. На следующей неделе у меня отпуск. Отпуск это всегда здорово. И просто подстригла челку кое. У меня такие ножницы есть, наборчик. Я с вами покажу, что за наборчик у меня нужен. У меня наборчик, поэтому я челку, иногда кончики стригу сама. Вот эти вот очень хорошенькие, филировочные. Вот эти тоже неплохие. Ими очень хорошо челку делать такую, знаете, косую. А эти обыкновенные ножнички, они так вот хорошо. У меня аккуратненько всегда лежат на моем красном бархате. Вот так они вставляются. Ну и всегда они как бы у меня в порядке. Вот незаменимый продукт. Я покупала их в интернете уже очень давно. Лететь, наверное, тому назад. Но я думаю, что такие ножницы всегда везде есть. Особенно сейчас в интернете. Я покупала их, по-моему, в Амазоне. Они... Что-то не могу засунуть одной рукой. Ну ладно, потом засуну. Вот они в такой сумочке у меня. То есть удобненько закрыл. Все убрал. Ну, в общем, вот так она у меня закрывается, эта сумочка. Такая вот хорошенькая, кожаная. Внутри бархата, вообще-то, ну, приятная такая. Ну, вот еще сразу покажу, что торт мы еще даже не открывали после выходных. Выходные закончились. Мы все подъели, все, что у нас было. И вот я уже в своих видео показывала, что я тоже торт, все торты, как бы фруктовые, заливаю тортом гусом. Вот этот тортик, он вишневый, он тоже залит тортом гусом. Видите, просто посыпан шоколадом, и все. Но он замороженный. В Германии вообще очень редко продают такие кондитерские торты, которые свежие. Только в бекерайках, в булочных. И то только под заказ. А так только продают только всегда кусочком. В основном только замороженные. Маленькие, большие, там на 500 грамм, на кило 200. Вот здесь у меня кило 200. Вот, перед тем, как его вытащить и подать на стол, если какой-то праздник. То есть, нужно 2-3 часа, чтобы он разморозился. Иначе, если ты его заранее вытащишь, он раскиснет. Корзиночки у нас уже пустые. Смотрите, уже принесли мне их обратно. Вот, ну, я еще ничего не буду убирать. Это еще до нашей Пасхи. В этом году так совпадает Пасха, интересно. Прямо с днем рождения моей дочери. Как бы в один день. Поэтому, не знаю даже, что буду готовить. То ли на день рождения, то ли на Пасху. Ну, там, к этому времени будет видно. А сегодня, девчонки, мальчишки, я хотела бы с вами приготовить салатик. Это или как салат называется, или как его можно как самостоятельное блюдо просто кушать. Его можно кушать и горячим, и холодным. Всевозможно, его делают и с овощами, и с мясом. И с копченым мясом. Вот, мы будем делать сегодня салат фунчоза. Надобится, я сейчас вам покажу. Понадобится нам вот такой пакетик рисовой лапши. У меня здесь ее 250 грамм. Вот такое у меня мясо уже порезано, оно у меня копченое. 150 грамм. Одна морковка. Лук. Наматная паста. Соль, перец по вкусу. Соевый соус. Красная паприка и острая паприка. Морковка я потру на терке. Временем, пока я резала наши морковь и лук, я поставила уже кастрюлю с водой. Сейчас вода у нас закипит, и я буду скидывать нашу лапшичку. Варится она очень быстро. С водичкой я поцелю. Пол столовой ложки соли я положу. Если что, потом по вкусу еще добавлю. Вот такими она пластами расположена. Сейчас я ее просто кидаю в водичку. Варится она очень быстро, 3-4 минуты. Получается, вот у нас в пачке было 250 грамм, 5 пластов. Она у нас уже почти готова. Сейчас еще чуть-чуть. И я буду ее опускать в дуршлаг. Затем мы ее промоем под холодной проточной водой. И подождем, когда она остынет. Многие лапшу, вот именно такую рисовую, не варят. Просто заливают кипятком. Это тоже хорошо, но для этого потребуется немножко побольше времени. Когда она варится сама в кипятке, видите, вот она уже какая, то 3-4 минуты и все. Все, уже можно вытаскивать. Маск у нас уже раскалилось. Сейчас я добавлю морковь и лук. Будем жарить все до готовности. Морковь с луком у нас уже поджарились. Все хорошо перемешаю. Добавлю томатную пасту. Совсем немножко, где-то чайную ложечку у меня. Для кислинки. Все опять хорошо перемешаю. Добавляю мясо. Мясо может быть любым. Не только копченым, как у меня. У меня бекон. Вы можете и куриный использовать. Либо говядину, либо свинину. Как вы любите. Все жарят до готовности. У меня уже было соленое, поэтому соли достаточно. Я только поперчу. Добавлю красную паприцу. Все жарим до готовности. И отставляем. Самое интересное, чтобы наша лапша не была длинной, потому что она очень длинная. Мы должны ее порезать ножницами. Она у нас уже остыла. Она у нас не горячая. Вот так произвольно я ее порежу ножницами. Сейчас я добавляю все, что мы жарили. Все наши ингредиенты. И смешиваю. Сейчас я добавлю острого перчика. Все кладите, как вы любите. Чтобы вам было поострее или нет. Смотря какой перец. У меня не очень острый. Несмотря на то, что он у меня в Турции. И 2 столовые ложки соевого соуса. Я вот такой использую от фирмы Heinz. Очень вкусненький. И все. Теперь перемешиваем. Такой наивкуснейший, наикрасивейший салатик у нас получился. Сейчас я немножко подожду, когда он настоится. И будем пробовать. Такой отменный салатик у нас получился. Сейчас мы его попробуем. Я его украсила оливками и помидорками. Вы можете просто добавить оливки в сам салат. Либо еще чесночка и лука. Но это все по желанию. По-моему, он и так очень вкусен. Сейчас я его попробую. Очень вкусный получился. Остренький, такой пикантный. Сейчас он еще пока тепленький. Он островат. Острота пропадет, когда он будет холодным. Он очень вкусный. Смотрите, какой красивый получился цвет у него. И удобно брать, когда мы его порезали. В общем, я очень довольна. Ну, ребята, если вам понравилось мое видео, понравилось рецепт моего салата, записывайте, подписывайтесь на мой канал. И всем я желаю вам доброго здоровья, хорошей недели. И всем пока-пока. Чао!